БелАЗ намерен осуществить первые поставки самосвалов в Турцию и Черногорию. За последние пять лет на заводе уже освоили рынки Анголы, Зимбабве, Индии, Индонезии и Ордании, Марокко, Румынии и Чехии. Однако большая часть выпускаемой техники по-прежнему поставляется в Россию. В перспективе планируется увеличить объем поставок в страны дальнего зарубежья до 30%. Леса центрального региона испытывают нашествие жука-караеда. От него уже пострадало более тысячи гектаров леса. Ситуацию исправляют посредством санитарных вырубок. Полностью ликвидировать очаги заражения лесные хозяйства рассчитывают к 1 января. Весной на месте вырубленных посадят новые деревья. Учреждения профессионально-технического образования Минской области завершат прием документов не позднее 15 сентября. Продолжается комплектование 12 учебных групп. Всего же в учебных заведениях области уже зачислено более 3000 человек. Больше всего принято в Борисовский государственный колледж. Ученые в Жодино работают над созданием уникальных сортов ячменя. Например, сорт зерновых пищевого направления под названием АДАМ может быть использован в качестве добавки в хлеб. Такого в мировой промышленной практике нет. Кроме того, в государственный реестр недавно внесен и сорт ярового пивоваренного ячменя под названием АВАНС. Он характеризуется высокими потребительскими показателями и количеством белка. Млинбай. Новости. Достойное внимания.